Белая, Белая Русь! Белая, Белая Русь! Белая, Белая Русь! Для 37 семей военнослужащих 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы первый день августа стал особенным. Состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир. Этот момент придаёт уверенности в завтрашнем дне новосёлам. Буквально год назад президентом Республики Беларусь был подписан указ номер 37 об арендном жиле для военнослужащих. Это дополнительная гарантия для военнослужащих, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. На сегодняшний момент в ходе реализации этого указа нами уже построено около тысячи квартир по всей Республике Беларусь, а за ближайший год, нынешний год и 25-й, будут построены около 100 тысяч квадратных метров арендного жилья. Это арендное жильё будет распределять среди военнослужащих и также будет подлежать передача в собственность согласно положениям этого указа. Ну, в частности, это обязательная выслуга лет. То есть 20 лет, это значит, что военнослужащие имеют право выкупить эту арендную квартиру по остаточной стоимости, но они выше рыночной. А при наличии 25 лет и при условии, если ранее не пользуются государственной поддержкой, при улучшении жилищных условий, может получить данное жилое помещение безвозмездно. Это хорошая оценка нашей работы в части, так скажем, поддержания боеготовности и независимости, сохранения стабильности в Республике Беларусь. Ну и, естественно, это помогает военнослужащим для выполнения служебно-боевых задач, так как они чувствуют себя защищёнными и самое главное понимать, что их семьи находятся в комфортных условиях, их дети играют на этих замечательных площадках, а им остаётся лишь только Родина защищает. Право перерезать красную ленту было предоставлено почётным гостям. Председателю Лицкого райисполкома Сергею Ложичнику, начальнику управления жилищного обеспечения вооружённых сил, полковнику юстиции Максиму Ноздрину, командиру Лицкой 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы, гвардии полковнику Александру Кривцу, а также главному инженеру коммунального унитарного дочернего предприятия управления капитального строительства Лицкого района Сергею Микову. Поддержка семей военнослужащих и обеспечение их жильём – это не просто забота государства, но и выражение признательности и уважения к тем, кто стоит на страже мира и безопасности. На данный момент в трёх многоквартирных домах микрорайона «Север» 137 таких квартир. Государственная политика по обеспечению семей военнослужащих комфортным жильём будет продолжаться. Вопрос обеспечения военнослужащих жильём начал очень быстро решаться после принятия главой нашего государства, нашим главнокомандующим Александром Григорьевичем Лукашенко. Решение, которое было, скажем так, закреплено в 37-м указе об обеспечении военнослужащих арендным жильём, этот вопрос начал двигаться такими завидными темпами. За два неполных года только в лиде арендного жилья построено 297 квартир. Из них в этих вот крайних трёх домах – 137. На данный момент у меня осуществляется… кто-то заселился, но это первые единицы, и сейчас идёт вопрос оформления договоров, заселяются. То есть это уже сейчас порядка 37 человек вот на данный момент. На данный момент также выпускаются выпускники военноучебных заведений наших, военной академии, плюс осенний выпуск – это будет лётный состав, который сразу, приходя на службу, обеспечивается сразу же с жильём. То есть и ещё будут обеспечиваться. Поэтому я думаю, все вот эти вопросы, в первую очередь, быт, есть быт, есть служба. То есть все задачи, которые уже будут выполняться, без каких-то мыслей о какой-то неорганизации, бытовых условиях. А если у тебя, как говорится, в Тулу всё хорошо, ну, соответственно, все задачи уже будут выполняться с наилучшим качеством. Новосёлы из семьи «Рай» уже заселились в светлую, просторную трёхкомнатную квартиру и успели по достоинству оценить заветные квадратные метры. В семье воспитываются двое замечательных сыновей – десяти и трёх лет. Мальчишки довольны, теперь у каждого будет своя детская. Первые гости не заставили себя ждать. С подарками, поздравлениями и добрыми пожеланиями заглянули на огонёк. Большое спасибо нашему верховному главнокомандующему за его указ, благодаря которому мы получили эту квартиру. В вооружённых силах я уже более 20 лет нахожусь. И благодаря тому, что у нас родился ребёнок, второй сын, мы стали на очередь на расширение жилищных условий. В этом месяце мы уже получили новую трёхкомнатную квартиру. Мы до сих пор не верим, что это наше жильё, что переехали сюда, что до сих пор не верится от большой радости. Дети были очень рады, потому что у каждого появилась своя комната. Детская площадка здесь очень хорошая. Тоже, если на старой площадке, допустим, старший сын особо не играл там, то здесь есть возможность даже не только детям, но и маме можно позаниматься. Там тренажёры есть. В общем, всё новое, красивое. Обзавестись жильём мечтает каждая семья. Теперь таких счастливчиков стало больше. А в ближайшее время эти списки пополнятся. За этот и следующий год планируется строительство ещё порядка 100 тысяч квадратных метров арендного жилья. А это значит, что распоряжение главы государства выполняется должным образом. Субтитры создавал DimaTorzok